Эпицентром моды в этот день стал завод трубодеталь. Бетонный подиум, брутальный перформанс, живая музыка в этой стильной атмосфере среди труппы металлических конструкций представили свой взгляд на моду молодые дизайнеры. Я старалась подчеркнуть какие-то острые углы, соединять разные цвета, но в основном это монофром, это черное, белое и серое. Ребята будут выходить под живую музыку. Нет, они будут бегать, они будут беситься. Я им предоставила полную свободу действий. География проекта стала еще шире. В этом году в Челябинск приехали дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Тбилиси. У меня все ручная работа. У меня такие яркие и постельные цвета. Коллекции получились разные не только по стилю, но и по уровню исполнения. Площадку предоставили совсем начинающим и уже зрелым, известным, востребованным модельерам. Моя коллекция отталкивается от моего мировоззрения, отталкивается от гуманистического мировоззрения. Я восхищаюсь уникальностью человека и каждая одежда, она уникальна. Использованы разные ткани. В основном это неопрен, хлопок, неебранная ткань, прорезиненная ткань, полуха пленка. Карен предоставляет свой мир, показывая его. Я его заполняю своим миром. Соответственно, у нас получился такой некий симбиоз. Аномалитизм — это раскрытие внутреннего существа человека, то есть высвобождение того, что он чувствует. Соответственно, в данной коллекции это будет очень хорошо видно. В коллекциях участников показа, хоть и в небольшом количестве, но все же были представлены мужские образы. Большинство же работ — про женскую моду. Коллекция под названием «Невесомость» была вдохновлена космосом, первым полетом Гагарина. Это контраст между женским нежным началом и жестким мужским характером. Моя коллекция не имеет никаких гендерных рамок, и ее можно надевать как на мужчину, так как на женщину. Поэтому я подумала, интересно будет сделать мужчину одновременно и женственным, каким-то нежным, таким существенным ранимым, а с другой стороны показать его стальной характер. Коллекция, которую я представила, олицетворяет женственность и легкость нашей современной девушке. Мне хотелось это подчеркнуть за счет легких материалов, фактур и элементов, такие как пышные рукава, например. Особое внимание уделила платкам. То есть это платки, которые завязываются на шее, на руке, на поясе. Это всевозможные их вариации. Я считаю, это очень классный тренд. Образы представлены для сильной женщины. Был оверсайз представлен, объемные тренчи, объемные жакеты. Мы заимствовали какие-то элементы из мужского гардероба. Современная женщина, она сильная, она уверенная в себе, она сама выбирает свой путь. При этом она хочет оставаться женственной, элегантной, хочет оставаться в чем-то романтичной. Поэтому мы пытались соединить эти вроде как разноплановые характеристики. Работа современных каллиграфистов, выставка-картина Александра Дайнеки в сочетании с модным дефиле отражают идею постмодернизма, которую изначально задумали организаторы Long Fashion Weekend. Постмодернистская история еще никуда не ушла, поэтому действительно очень много ссылок, очень много отсылок, и мы очень много обращаемся к разным эпохам. И в моде происходит то же самое. Сейчас очень важен этот эстетический эскапизм, когда мы обращаемся и к двордианской эпохе, и обращаемся к 70-м. Поэтому это все как раз таки время цифровой революции, которая сделала вот этот вот скачок изменения. 14 дизайнеров, 800 гостей, 1000 публикаций в сети. Кстати, на следующий день некоторые коллекции были представлены в одном челябинском бутике. Сколько моделей продано, неизвестно, но попытка представить публике то, что можно носить, была совершена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова